Всем привет! С вами снова Александр и Татьяна. И сегодня наше агробло взялся за скользкую тему. Только герои наши не крутят хвостами, они ими бьют. А еще икру мечут прямо здесь, в лаборатории, кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Волгоградского государственного аграрного университета. Субтитры создавал DimaTorzok Рост, размножение, отсутствует нерестилище. Качество воды неудовлетворительно из-за различных загрязнений. Сильнее других, говорят ученые, от деятельности человека пострадали осетровые и лососевые рыбы. А еще в природе растут они медленно. Поэтому именно для их разведения и ищут сегодня в университете технологии. Эффективные и экономичные одновременно. И поэтому круглые сутки здесь шумят насосы, перекачивая сотни литров воды в установках замкнутого водоснабжения. Это, говорят, тренд современного рыбоводства. Технология, помогающая экономить ресурсы и получать предсказуемые результаты. В подобных условиях мы можем на сегодняшний день выращивать практически все виды рыб. То есть, начиная от теплолюбивых, холоднолюбивых, живущих в соленой воде или пресной. Затраты ресурсов при этом минимальны. На выращивание одного килограмма рыбы, по словам профессора Ранделина, расходуется всего 4 литра воды и 1,5-2 киловатта электроэнергии. В принципе, дело выгодное. Однако есть и свои секреты. Вот сейчас мы находимся у сердца любой системы. Это биологический фильтр, в котором происходит, собственно, переработка микроорганизмами тех продуктов жизнедеятельности, которые эта рыба и вырабатывает. Мы помещаем туда специальную биологическую загрузку, в которой очень большая поверхность. И на этой поверхности живет бактерия, которая перерабатывает продукты метаболизма. За счет этого мы можем многократно использовать нашу воду. Кроме очистки воды, имеет значение ее температура и содержание кислорода. Для ситровых, например, нужно держать воду в диапазоне 19-21 градус Цельсия. Скачки вверх-вниз по шкале тормозят рост рыбы и снижают ей иммунитет. Ну, скажем, для домашнего УЗВ кто-то занимается, либо для фермеров мелких, да, у которых одна-две тонны рыбы, им достаточно сделать низкую плотность посадки, в один бассейн посадить поменьше рыбы. И можно простыми способами, за счет подачи воздуха в бассейн, либо за счет создания рассредоточенного подачи воды, ну, обычно это называется плейда, да, там, дырочки на сверленных трубе, и вода течет, насыщать воду достаточным количеством кислорода. Когда мы выращиваем в промышленных условиях, плотности посадки очень высокие. И при этом, когда рыба начинает употреблять корм, для окисления этого корма нужно много кислорода. И бывает так, что у человека, у меня, говорит, достаточное количество кислорода в бассейне, рыбу покормили, замеряют, а оно падает там на несколько миллиграмм на литр. То есть это уже становится критичным. Есть свои правила и в том, как кормить. Маленьких осетрят, например, первое время кормят каждый час, потом все реже, увеличивая при этом порцию. Взрослая рыба ест уже раз в день. Естественно, учитывается развитие желудочно-кишечного тракта, как работает печень, сколько необходимо протеина, какие аминокислоты должны входить в этот протеин, какие должны быть жиры, состав этих жиров, опять-таки, какого происхождения сырье. Для каждого возраста, для каждого физиологического состояния мы подбираем необходимые параметры. От икры до товарного осетра в условиях замкнутого водоснабжения проходит год. Размеры зависят, во-первых, от вида рыбы, во-вторых, от качества и состава корма. Именно кормлением можно регулировать и при весе, и качество мяса, и даже количество икры. От этого зависит 90% всей результативности рыбоводства. Но в России своих специализированных кормов для рыбы раньше просто не было. Поэтому в университете в партнерстве с кормовыми компаниями исследуют новые виды сырья, создают рецепты комбикормов для рыбы, ракообразных и других объектов развивающейся российской аквакультуры. Мы работаем со многими российскими компаниями, которые производят сырье, которые производят пробиотики, которые производят аминокислоты, и теми компаниями, которые занимаются разработкой кормов для культуры. Одна из таких компаний – это в сегодняшний день компания «Громатик». С данной компанией мы сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет. Начали с самого простого, то есть с апробации того сырья, которое эта компания производит. И на сегодняшний день уже произведены промышленные образцы кормов. Мы проводили несколько серий исследований на осетровых видах рыб, мы проводили исследования на фореле разного возраста по продуктивности, по эффективности использования этих кормов. У нас получены хорошие результаты, то есть мы можем с уверенностью говорить, что они во многом соответствуют импортным аналогам по продуктивности, по скорости роста. По основным продуктивным кормам на сегодняшний день на российском рынке уже появились производители, которые себя хорошо зарекомендовали, потому что для рыбоводов очень важно, чтобы постоянно было высокое качество корма. В предыдущие годы появлялись производители, которые вначале делали неплохие корма, но затем качество очень сильно падало, и доверие людей, которые занимаются выращиванием рыбы, к этим кормам, естественно, пропадало. И это сыграло не на руку нашим производителям. То есть сегодня, чтобы выйти на рынок и показать всем, что у тебя хороший корм, то есть просто не получится. То есть нужно подкрепить это исследованиями. Может ли сегодня любой человек, настолько это просто вообще, взять, вот я или Татьяна, взять, поставить дома в сарай установку замкнутого водоснабжения и начать разводить рыбу? По большому счету сегодня вход в данное производство достаточно недорогое. То есть если брать оборудование, которое 10 лет назад стоило каких-то невероятных денег, сегодня это стало, благодаря развитию отрасли по производству пластика, по производству насосов, достаточно недорогим. То есть построить цех по выращиванию рыбы на тонну осетра, либо на несколько тонн фореля стоит на пределах одного миллиона рублей, можно уложиться, при том, что это будет очень качественное оборудование, хороших производителей. То есть это возможно. Важный момент это то, чтобы хватило денег на дальнейшие производственные моменты. Это электроэнергия, которым занимает там 20, может, процентов от всех затрат, и основные затраты это на корма. То есть и особенно для людей, которые занимаются небольшим объемом производства, важно, чтобы эти корма были качественные, чтобы 100% получить хороший результат, определенную прибыль. Но начиная этот бизнес, надо помнить, что быть на производстве придется 24 на 7, как минимум на первых порах. А еще, говорят, подготовка специалиста-рыбовода учебой в университете не ограничивается. Новые знания получать всю жизнь приходится. Вырастить специалиста это посложнее, чем самого редкого осетра. Без подготовки же можно наделать много ошибок и разочароваться в этом деле. Поэтому на кафедре консультируют начинающих. Выращивают не только рыбу, но и здоровую конкуренцию. В день обычно приходит 2-3 человека, которым интересна данная тематика. Кто-то, посмотрев, хочет этим заниматься. Кто-то, послушав о тех сложностях и оценив свои реальные возможности, отказывается. Но, тем не менее, очень много людей, кому это нравится, и мы выступаем с этого рода такой витриной технологии, когда люди приходят, смотрят все, что необходимо. У них в голове сразу появляется картинка, что у меня, допустим, есть помещение, у меня есть вода, у меня есть куда эту воду в дальнейшем использовать. И мы помогаем очень многим фермерам начинающим, кто хочет этим заняться. Наша основная цель, чтобы наше население могло питаться вкусной, полезной рыбой, чтобы как можно больше людей в нашей стране этим занималось. Вот такая у нас сегодня получилась рыбалка. И, в принципе, не такая уж эта искольская тема – рыбу выращивать. Как и в любом направлении сельского хозяйства, главное – правильно выбрать технологию. Тогда и получишь по итогу хорошего осетра, а не леща.